Спастись пожилой жительнице села удалось благодаря сплоченным действиям земляков. Они отправились на ее поиски вместе с полицейскими. Нашли любительницу грибов лишь на следующий день. Пенсионерка пережила не самую лучшую ночь. Попала под дождь, замерзла. Но после первоначального осмотра медики констатировали, бабушке повезло. Отделалась легким испугом. Люди, которые потеряются, редко, когда сами паникуют. Им хочется выйти самостоятельно, они все идут дальше вглубь. Это самая распространенная и опасная ошибка грибников-ягодников, говорят спасатели. Излишняя самоуверенность. Как только появилось ощущение, что дорога не та, необходимо остановиться. Так поисковой группе будет проще найти потеряшку. Кстати, этого же правила советуют придерживаться и опытные любители лесных даров. Дальше в лес я не иду глубоко. Очень боюсь лес и очень таких много случаев. Подготовиться правильно к таким случаям. Собрать на всякие пожарные сумку либо пакет с компасом, спичками непромокаемыми, какую-нибудь накидку. С сыном я езжу, с детьми. Так что мы из вида до выгу не теряем. Напоминаем место, как выходишь, как заходишь. Держаться друг друга, зарядить батарею телефона и не стараться срезать путь, если возвращаетесь в одиночестве. Вот основные правила действий в лесу. Есть еще один важный факт. И привязаться либо к дороге, то есть вдоль дороги мы ходим, собираем, железные дороги, автомобильные дороги, вдоль речки, бор, чем ограничивается бор, посмотреть, с какой стороны поля, поляны. Привязаться значит держать в поле зрения какой-то объект, даже если местность знакомая и сто раз здесь грибы, ягоды собирали. Так бабушка из Сонского всю жизнь ходила по местным горам, но в этот раз потеряла ориентир и ушла в другую сторону от деревни. Спасатели советуют без подготовки и сопровождения по тайге лучше не гулять. Грибы и шишки на рынке купить намного дешевле, чем здоровье или собственную жизнь.